всем привет продолжаем это у нас точильный камень природный точильный камень империя ля рока что он из себя представляет я вообще не знаю камень предоставлен на тесты магазином шеф камень наклеим на вот такой вот бланк апекса апексовского формата выглядит вот вот таким образом посмотрим камень ровный ладно тесты покажут для понимания масштаба две черных полосы расстояние между ними один миллиметр между этими двумя полосками находится детский волос ребенка 7 лет точильный камень у нас природный точильный камень империя до рока смотрите сами как он выглядит этот микроскопом довольно таки однородно по крайней мере я вот то что вижу пока более или менее изменим масштабу и изменим увеличение ну пока вроде все нормально итак это у нас четыреста двадцатка после тысячника от андрея гриндермана выглядит вот так в принципе на данной стали это по моему более чем жирно посмотрим посмотрим какой результат будет на гуанси и на империи ля рока ну а теперь посмотрим на результат работы точильного камня империя ля рока на стали 420 попробуйте сравнить с видео где отработал гуанси оба камня что этот что гуанси отрабатывают на данной стали как нормальный такой заточной камень то есть я и даже на этой стали доводочными не могу назвать потому что они жрут данную нержавейку я не знаю как что и не с просто с огромной скоростью здесь они работают где-то в диапазоне ну в районе до 3000 поджиз ну вот серьезно то есть смотрите какая агрессивная режущая кромка вы себе не представляете что творить нож с продуктами типа помидоры все остальное это просто кошмар то есть я сейчас принимаю решение что половину своих ножей они у меня практически все из этой стали до из 420 на кухне пользуются ими жена я сейчас половину заточу на гуанси а половину на империя ля рока и посмотрим ну что больше понравится что больше проживет ну по итогу я потом выводах это озвучу в общем к чему я это все да сейчас у меня на заточке 420 к работаю я империя ля рока работаю с глицерином я просто хотел показать вам насколько он жрет просто-напросто вот эту сталька я не знаю как посмотрите я вообще не знаю это не маркер люди это не маркер это сталь не знаю может быть ну это глицерин так влияет конечно но это просто какой-то кошмар то есть это не недоводочный камень на этой стали это нормальный такой заточной камешек камешек финишем недостаточно что вот то же самое вот такая вот фигня с глицерином получается и на вот этом точильном камне и на вот этом точильном камне так это у нас бюллер n690 после тысячника от андрея гриндермана а это у нас результат работы по стали n690 точильный камень империя ля рока в данный момент я изменил направление рисок в районе режущей кромки видна опять же пластическая деформация кому интересно можете сравнить с работой гуанси риски были направлены в другую сторону обратите внимание на то какие зубцы остаются на режущей кромки очень агрессивный рез единственное я это связываю с тем что ну во первых я не могу контролировать давление в зажимном направляющей до во вторых камень собственно не доведен как есть так он из коробки не работает рез очень агрессивный при протирании режущей кромки тряпкой рассекает очень глубоко ее так столько 340 после тысячника от андрея гриндермана вполне предсказуемый результат отработал очень быстро без проблем честно говоря для этой бы стали я бы и закончу ну а дальше у нас империя ля рока и гуанси ну просто не могу не показать этот момент империя ля рука на столика 340 обратите внимание да ну то что вот это паразитная риска это понятно я уже устал и просто косячил за не соблюдая абразивную гигиену основная работа получается вот она смотрите какой интересный получая наплыв делает камень это просто именно стали к 340 видите вот вот это у нас работа тысячника гриндермана да а вот это еще раз прошу прощения за я протер просто-напросто тряпкой от 220 камня просто по запарить и раму по империи для для рока обратите внимание на то вот это как это так смотрите как интересно сталь плывет прям реально плывет сталь ладно работаем на гуанси в обратную сторону посмотрим что изменится итак с 290 после тысячника от андрея гриндермана в принципе вполне предсказуемый результат обратите внимание на направление риски она у нас идет сейчас под углом снизу вверх да посмотрим сможет ли что-нибудь гуанси сделать вот с этим империя ля рука а это у нас работаем пиля империя ля рука по стали с 290 обратите внимание на риски в районе режущей кромки грамм в самой в районе самой режущей кромки у них изменился угол наклон сейчас идет с снизу вверх так же вот как собственно следы от тысячников тысячников германовского сказать что камень не работает я не могу он работает опять же видите как вот блеск идет в районе режущей кромки а дальше дальше такое ощущение как будто выгрызаны куски стали опять же работал свободный абразив только так ну что с 290 очень хорошо срезают поверхность камня и прям кусочки этого камня катаются спокойно по поверхности оказывал такое воздействие работа проводилась в данном случае то есть по направлению риски в районе режущей кромки то есть снизу и вверх ну не накосячить я не мог так поехали выводы по вот этому точильному камню ну не знаю я его окрестил империя для рока хоть хотя скорее всего правильно называется империя для россия блин как называл так и буду называть скорее всего так что мы имеем природный точильный камень империя для рока наклеен на алюминиевый бланк с надписью на обратной стороне вот такой вот до брусок у нас ровный фаски сняты я понимаю что сейчас будет примерное повторение выводов по гуанси кто не хочет может не смотреть есть небольшие исключения так как два тка тестировались вместе поэтому они сравнивали с принципе ну как бы друг с другом данный образец он относительно твердый субъективно примерно четыре с половиной пять единиц по шкале масса однако камень требует аккуратного обращения так как может быть поцарапан клинком высокой твердости в моем случае это было стали с 290 до режет вообще все все что угодно поэтому с ней очень надо быть аккуратным камень считаю полноразмерный камень ну должен был быть интересен для заточки бритв но еще раз говорю нужен размер чуть побольше чем мы сейчас имеем империя для рока отличается от гуанси более высокой твердостью и более высокой скоростью работы вы должны были это увидеть видео по частоте работы камни примерно примерно вот это что этот данные конкретные экземпляры одинаковы то есть диапазон в моем понимании от 3 до 8000 грит абразивные способности уровне синтетиков субъективно тестирование также проводилась в данном случае с использованием смазывающей охлаждающей жидкости глицерин глицерин не полимеризуется и не смывается водой в ходе теста заточены были три клинка из 420 стали три клинка из 420 стали для контроля были заточены до винилского алмаза ну и как я уже говорил ранее и гуанси тоже назначил 33 клинка из 420 у меня их много у меня просто жена вандал в этом отношении поэтому переучивать ее бесполезно и так речь идет у с а вот этим точильным камень об империи до течение короче говоря полутора месяцев ножи после империя для рока не правились ни разу же же после алмаза правились трижды в течение полутора месяцев ну опять же то есть очень много факторов влияет на сохранность заточки нажаток жена и предпочтение да там любимые нелюбимые ножи все же считаю это показатель на всех тестируемых точильных камнях то есть выход на природники то есть на гуанси еще раз повторюсь если вы не видели видео про гуанси до выход осуществлялся после 1000 к единственное что здесь вот камни чередовались я пробовал то один то второй камень так что видео может быть так что грубо говоря переход был сразу после гуанси интересно империя отработала именно по 420 стали принципе вы видели как с какой скоростью она живет сталь субъективно работает как тысячник гриндермана либо трехтысячник поджизда тысячник это по фепа из-за использования опять же глицерина в качестве смазывающей охлаждающей жидкости камень отрабатывает как полноценный заточной прям заточной то есть это не доводочный не тонкий именно заточной им по 420 и стали с глицерином еще раз повторяю выделяемая камнем пенсии просто дольше задерживается на поверхности камня и принимает активное участие в съеме стали да и это существенно сказывается на увеличении скорости работы камня также как и гуанси империя лярока жрет 420 с бешеной скоростью что в принципе было подтверждено в ходе теста причем на видео по 420 вы увидите переход по 420 именно сразу ну это я приборзел уже окончательно сразу после 220 камня от гриндермана то есть причем камень работал с очень высокой скоростью что также в принципе в видео показано на стали n 690 твердостью 66 это одна единица империя отработал с отличной скоростью на подводах наблюдается пластическая деформация причем более аккуратная по моему мнению чем после гуанси наверно и рк опять же агрессивная пилка получился такой красивый наклёпа на подводе пила и очень злой рез у ножа на стали к 340 62 единицы империя отработал также быстро причем образовывая на подводе в районе режущей кромки очень интересный наплыв стали создается ощущение что вы знаете вот штуками прям реально плавит сталь и наволакивают его толстым слоем думаю что это наплыв будет влиять на увеличение стойки стойкости режущего инструмента при всем при этом на рк видны явные зубчики которые и разрывают собственно разрезаемый материал остались с 290 70 низками работает медленно при этом результат но абсолютно идентичен результату работы точильного камня гуанси он очень характерен для работы природного камня на подводе мы видим шагрень на рк видим выход риски от природного камня опять же пики и углубления риски имеют такой но не имеют четкой геометрической формы как от синтетического точильного камня и риска имеет размазанный вид но клинок здесь 90 режет после вот этого камня отличные любые материалы и продукты кроме этого данный конкретный экземпляр также как гуанси принимал участие в доводке кухонных ножей одного из ресторанов города хабаровска где я по воскресеньям езжу править точить ножи за символические деньги но и при этом соответственно мне позволяют экспериментировать свинишной доводкой я уже говорил видео про гуанси и ножи ресторана соответственно японского производства производитель косуме сталь в g10 всего 9 ножей 3 клинка были доведены гуанси 3 империале араха и 3 невским алмазом ну и повара варвары даже никто отрицать не будет обращаются с ножами так как голову взбредает да и в результате эксперимента повреждения получили клинки доведенные именно алмазом через неделю мне их пришлось править повторно клинки после империи лярока и гуанси продолжали работать в принципе не требует никакой прав опять же еще раз повторяюсь что это субъективный показатель но показатель в целом империя для россия отличный заточной и доводочниками одновременно который может быть включен в любые сеты для заточки доводки ножей соответственно по желанию по предпочтению человека который проводит за точку интересен думаю что будет за счет своей твердости однородности будет интересен для бритв и у этого камня хорошая скорость работы выше по крайней мере чем гуанси все в принципе надеюсь это было вам интересно подписывайтесь на кого на канал всем спасибо до свидания